короче полностью до 4 а такая в наличии есть ведь я все ведь я все тот же морячок ребят всем привет сегодня я первый раз пропал погрузку а еще самый прикол что моя тачка по полную в кондиционерах на поворотах я вот так вот считает короче сейчас заехал на заправку заправился до полного бака чтобы вообще не тревожить машину не ехать до поселка держинский еду люблино я сейчас нахожусь в химках и мне надо успеть это все сделать до 4 часов дня сейчас 1149 не знаю успею не успею потому что сейчас очень жесткие пробки адекватные заказчики то есть это первое это грузовая транспортная компания грузовая транспортная компания короче транспортная компания а второе магазин который работает до шести но они сказали пожалуйста завезите нам это все хотя бы до 4 чтобы там типа распаковать все это принять короче ладно поехали по навигатору мне показано ехать 1.50 до района люблино то есть я с севера еду на юго-восток честно я вообще не выспался потому что вчера приехал друг и мы просто с ним не пили не ничего короче не делали мы просто с ним общались и общались до часу ночи а мне надо было вставать в 5 утра я сегодня встал получается в 7 30 я просыпался до этого в 4 я такой думаю блин что-то я рано проснулся почему так надо еще поспать немного я поставил будильник но функцию типа вот этого колокольчика я не нажал то есть я отметку рисочку эту не задел я поставил благополучно но я не нажал включить будильник в итоге я просто проспал я проснулся всем 38 я думаю ё-моё а мне нужно было в 7 утра приехать на загрузку я сразу же логисту логист такой короче с ним нормально все обговорили он говорит ладно хорошо там типа адекватные грузоотправители типа приезжай все нормально я позвонил им я говорю типа я мчусь к вам кто-то тот они говорят ладно хорошо мы ждем вас в итоге я приехал и у меня просто два места два места выгрузки на которые одно место у меня получается 5 позиций на второе место выгрузки у меня 100 позиций я надеюсь появить я надеюсь что я успею но с такими пробками не знаю есть есть тупой здесь поворот а именно светофор с нового шоссе на дмитровку все всегда стоят я не исключение стою на повороте надеюсь скоро поедем уже один раз я стоял чтобы вы понимали полтора часа чтобы завернуть на дмитровку с нового шоссе на дмитровку полтора часа ужас ужас и причем на карте очень много было отметок что кто-то что-то пишет именно в яндексе типа комментарии к пробке и многие такие писали пожалуйста отремонтируйте светофор пожалуйста сделайте что-нибудь с этим поворотом то есть не я один такой каждый день люди здесь стоят по два по полтора часа это очень плохо и в какой-то момент я просто помню в час пик еду и здесь все зеленое то есть здесь нет ни одной пробки когда-то типа отрегулировали один раз светофор он поработал какое-то время и все сейчас опять стоим ну стоим уже минут 15 наверно поздравьте мы наконец-то выехали ура не прошло не дико разметку не прошло и 30 минут я не знаю сколько меня загрузили больше полутора тонн точно потому что я сейчас входил в поворот у меня во первых машина посажены и я немножко крылом задел колесо то есть это уже показатель того то что у меня перевес будем аккуратнее я каждый раз смотрю на эту рекламу и у меня такое ощущение что это шайлабаб в магазине сударь похож так ничего пошел дождь сцепление с дорогой сейчас будет хуже поэтому точно сегодня мне не до гонок слушайте на трассе появляются не только легковые автомобили корейского производства но и очень много самосвалов плюс тягачи вот один из вариантов сбоку немного похоже на и веку но на самом деле это не и века это самка ушел галки он гил какой-то не знаю может быть это фатон или фатон знаю пока не разбираюсь в этих тачках поэтому поправьте меня если я сейчас ошибся кстати не обращайте внимание на сколы на лобовом стекле я сейчас заменяю водителя на который который ездил на этой машине эта машина гораздо лучше той предыдущей которая у меня была 703 если того водителя пересадят на другую машину более вновее то я останусь на этой наверное все наконец-то я сворачиваю на новогиреева с мкада и мне осталось минут пятьдесят до первой выгрузки время сейчас 1241 хулиганка блин кто такие еще наклейки вешает но это же какой-то немножко колхоз нет вам не кажется как всегда мне повезло я еще паркуюсь во дворе так и и и Если что, вот документ. Раз, два, и вот это все в транспортное нужно отвезти. Друзья, если вы в поиске надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята очень серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключают к Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка по всей России. Комиссия парка всего 50 рублей в сутки. Автооплаты ежедневно без комиссий. Есть 4 вида моменталок. Выбирай способ, который подойдет именно тебе. Также подключают к Сити Мобил по всей России и подключают к самозанятых водителей. Ссылки оставлю в описании. Заходите на их сайт и подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Ну что, сдал первый груз. По второй точке мне осталось 30 минут. Пробок нет. Короче, успеваю до 4. Сейчас время 14.00. Что там, что? Больше ничего не буду говорить. Мало ли. Тем временем я заехал в поселок Держинский. И здесь у нас находится транспортная компания наша. Сейчас только они разъедутся. Ну вот я и на территории. У меня такое ощущение, что я сейчас буду выгружать тот груз, который сейчас у меня в будке. Потому что, как показывает практика, вот именно на Каспий Транс, когда я приезжал, я каждый раз все складывал на палет, довозил до весов. Там это все взвешивали и после этого отправляли. Здесь грузчиков, погрузчиков не было. Сейчас посмотрим. Просто не хочется 100 штук выгребать. У меня была. Я не хочу сказать. selection. Немного. Конечно, я не люблю. Паучу. Мне кажется, потому что я люблю, что я не люблю. Немного. не прошло и 20 минут и меня выгрузили и меня выгрузили все я еду домой